В эфире программа День города в студии Алена Кукарева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Долг в полтора миллиона. За электричество соседи теперь должны расплатиться жители улицы Кольная. Метеорологическая служба Рязани отмечает 140 лет со дня создания. И опасные породы собак теперь будут определены законом. Почему рязанцы оплачивают долги соседей? Такой вопрос возник у жителей улицы Кольной, когда они узнали о накопившемся за год долге по дому в полтора миллиона. И это только долг за электричество. Откуда взялись такие суммы, собственники теперь пытаются выяснить с помощью правосудия. Жильцы дома 9 по улице Кольная столкнулись с типичной для нашего города проблемой. Часть собственников добросовестно платят по счетам за коммунальные услуги. Другая часть забывает о своих обязанностях. Но страдать приходится абсолютно всем. Информацию о полуторамиллионном долге, который накопился в доме номер 9 за электричество, жители узнали благодаря объявлениям, развешанным на дверях подъездов в 2015 году. Собственники, которые ежемесячно вносят необходимые платы, выяснили, в чем причина. У нас, значит, по отчету, по некоторым статьям у нас денежки не израсходованы. Они должны быть на счету. Этих денег нет. Я написала заявление, чтобы сделали перерасчет. Вот, получила отказ. Добиваться того, чтобы должники оплачивали коммунслуги – задача ТСЖ. Но действующая ТСЖ с задачами не справляется. В результате уже второй год собственники живут как на пороховой бочке. Отчеты мы не видим. Только вот мы увидели в конце года и то потребовали, что дайте нам отчет по расходованию средств за год. Вот мы там увидели, что полтора миллиона заплачено за должников. Почему платятся деньги и они нигде не отражаются? В лицевых счетах собственников они нигде не отражаются. Вместо того, чтобы тратить деньги жильцов на необходимые нужды дома, например, на пластиковые окна в подъездах, деньги собственников за услуги ЖКХ идут на погашение долгов тех собственников, которые месяцами не оплачивают услуг. Жительницы дома поясняют, предыдущий председатель ТСЖ обращалась в суд, который принуждал должников выплачивать задолженности. Настоящий же председатель предпочитает бездействовать и тратить деньги тех, кто добросовестно платит. На рабочем месте председателя ТСЖ не оказалось. Мы попробовали дозвониться, но до момента выхода сюжета в эфир на телефон так никто и не ответил. Оставлять все как есть жители не намерены и планируют добиваться справедливости через правоохранительные органы. Метеорологическая служба Рязани отмечает 140 лет со дня создания. Синоптики и метеорологи в наше время стали законными предсказателями будущего. Все чаще их ругают, но критику, говорят они, нужно принимать с достоинством. Моя коллега Анна Герцовская узнавала, как синоптики отмечают свой профессиональный праздник. На самом деле, в последнее время немного жалоб можно услышать в адрес синоптиков. Точность повышается благодаря новому оборудованию и хорошей организации работников. Ведь от гидрометцентров зависит безопасность жизни граждан всей страны, сельского хозяйства, экономики и материальных ценностей. Даже только что зародившийся шторм теперь не является неожиданностью. По всей стране существует масса доплеровских локаторов, которые в режиме реального времени выявляют любые изменения в атмосфере в радиусе 250 км и на 20 км вверх от самого локатора. Такое оборудование недавно было построено и в Рязани. В этом году оно должно быть пущено в ход. На сегодняшний день дистанционные доплеровские метеорологические радиолокаторы для синоптиков являются уникальным средством метеорологических наблюдений, так как позволяют в режиме реального времени отслеживать информацию о местоположении и перемещении облачных образований. В основном возникновение зон интенсивных осадков, фиксировать зоны опасных явлений, в том числе наиболее часто встречающиеся, это в летнее время, конвективные явления, грозы, град, шквалы. Она посылает луч и принимает отражающие. Имеет возможность отличить не только водичку от ясной погоды, но также имеет возможность отличить, это соседнее здание попало или это облако движется. Сам локатор скрыт под защитным куполом, однако он словно суперсканер на огромном расстоянии способен увидеть, что происходит. Оборудование отличает дождь от града, облачность от ясной погоды. И будет передавать данные каждые 10 минут в Рязанский гидромедцентр и в Москву для создания общей погодной картины в стране. Если у старых вариантов антенны было слепое пятно прямо над самим локатором, которое расходилось конусом соответственно, чем выше, тем оно становилось больше, то в данный момент у данного локатора такого слепого пятна нет. Этот локатор пока не собирает данные, но здесь уже установлен дизельный генератор на случай отключения электроэнергии. Построены и помещения для инженера. Хоть техника полностью автоматическая, проверку и контроль за ней производить необходимо. Метеорологи с нетерпением ждут запуска нового, единственного в Рязанской области локатора, который существенно улучшит их работу. А пока в их арсенале остаются метеорологические станции, расположенные по всей области, как автоматические, так и те, на которых по-прежнему работают люди. В настоящее время у нас на метеоплощадках остались как классические приборы, так и внедрены так называемые автоматические метеорологические комплексы, которые позволяют измерять те же параметры, но в менее дискретном режиме, более современным способом, часто даже без выхода на метеоплощадку, только по компьютеру и служебному помещению. Однако автоматические станции при отключении интернета данные передавать не могут. У гидрометеостанций, управляемых вручную, есть собственный канал связи, в том числе и с Москвой. И при неполадках с интернетом работники передают данные вручную каждые три часа. Так что техника не идеальнее людей. И в праздничный день начальник Рязанского гидрометцентра Алексей Олегович Крутовский вручил грамоты отличившимся работникам. Одновременно с этим пожелал коллегам, гидрометеорологам, работникам водного хозяйства и мониторинга окружающей среды и экологии, большого жизненного счастья, удачи и весеннего настроения, хорошей погоды в доме и на работе. В сети появилось видео, на котором запечатлен ночной ремонт Рязанской дороги под весенним дождем. Асфальт укладывают прямо в луже. На дорожную романтику это не похоже, а результат такого ремонта известен уже заранее. Российские депутаты выступили с предложением ввести понятие «потенциально опасные породы собак». Такая инициатива изложена в законопроекте о ответственном обращении с животными, который парламентарий готовится рассмотреть во втором чтении. Спокойствие утреннего дворика нарушено. На прогулку выходит хозяин со своей собакой. Страшный вид питбуля приводит всех в ужас. Но, к удивлению, собака не лает на людей и вообще ведет себя крайне спокойно. Любой кинолог назовет вам две самые кусачие породы собак. Ответ вас удивит. Это такса и пекинес. Но на них клеймо опасное, никто не вешает. Выражение «бойцовая собака» звучит страшно. Например, питбуль, способный своим грозным видом распугать детвору. Но бойцовые собаки – это собаки, нацеленные на бой друг с другом. К людям они относятся с большой любовью. Агрессивных собак дрессируют на защитно-караульную службу. И дрессируют именно для того, чтобы она свою агрессию выплескивала на обученного человека в определенной ситуации, на определенную команду. И тогда эта собака становится нормально управляемой и не швыряется на прохожих направо и налево. По мнению кинолога, любая собака должна быть дрессированной. Будь то милый песик, способный поместиться в сумочку, или большая овчарка. Любому человеку будет легко и приятно, если собака и вправду станет ему верным другом. Она способна быть не только помощником по дому, но даже и сиделкой. Но, к сожалению, стаи бродячих собак по-прежнему бегают по улицам нашего города. Кинолог Ольга Максимова также рассказала, как действовать при встрече с ними. Здесь можно сделать вид, что вы поднимаете палку, поднимаете камень. Вы можете замахнуться просто рукой, то есть сымитировать что-то, как правило, они не подходят. Но если уж нападают, то уж хватайте все, что под руками и отбивайтесь. Бежать ни в коем случае, ни в коем. Если на вас нападает домашняя собака, то есть выскочила из подъезда и побежала на вас, то самый простой способ – это прикинуться деревом. То есть остановитесь, не машите руками, не кричите, не отбивайтесь от нее сумкой или пинками. Реакция у нее намного быстрее вашей, она на вас, скорее всего. Вы ее спровоцируете на это нападение. Остановитесь и все. Собака – охотник. Охотник никогда не преследует дичь, которая не движется. А самое главное – простая прописная истина, которую мы должны помнить всегда. Если человек не расстравливает собаку, правильно ее содержит, не злит ее – нет опасных пород собак. Есть опасные виды дрессировок. В областной прокуратуре прошло координационное совещание с участием руководителей правоохранительных структур. Основной вопрос – рост в регионе количества преступлений в сфере оказания социально значимых услуг населению. Силовики разработали план совместных действий по пресечению таких правонарушений, обсудили вопросы взаимодействия правоохранительных структур, судебных приставов и финансовой разведки. В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных органов Рязанской области, председатели Рязанской областной думы, заместитель председателя правительства Рязанской области, федеральный инспектор по Рязанской области, а также начальники структурных подразделений правоохранительных органов и прокуратуры, начальники территориальных органов МВД России по Рязанской области на районном уровне. Участники обратили внимание на то, что в настоящее время особо остро стоит вопрос о противодействии противоправным деяниям при предоставлении населению услуг, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. В 2016 году на территории Рязанской области зарегистрировано 25 преступлений в указанной сфере, ущерб от которых составил 15 миллионов рублей. К уголовной ответственности привлечено 7 лиц. Всего в сфере ЖКХ в минувшем году прокурорами выявлено 2720 нарушений, внесено 1047 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 724 лица. По материалам прокурорских проверок к административной ответственности привлекли 51 лицо, возбуждено 10 уголовных дел и объявлено 129 предостережений. Не переключайтесь и смотрите далее. Ремонт вместо выплат страховщикам разрешили не платить гражданам. В Рязани проходит турнир по стрельбе из пистолета Макарова. И яркое новоселье в городском парке появились новые скворечники. Депутаты утвердили направление в сервис вместо денежных выплат по ОСАГО. По новым правилам пострадавшие в ДТП автомобилем страховщики будут направлять на станции техобслуживания, с которыми у страховой компании заключен договор. При этом выбирать компанию будет сам автовладелец. На ремонт отводится 30 дней. Минимальный гарантийный срок на результат восстановления составит 6 месяцев. Важно, что автомобиль не старше двух лет будут отправлять на ремонт только на станцию техобслуживания. Возмещать денежные средства будут в том случае, когда автомобиль не подлежит восстановлению. При ремонте будут использоваться только новые запасные части, независимо от возраста авто. В связи с этим эксперты остерегаются, что участятся случаи угонов. В Академии в Синроссии проходит открытый турнир памяти Николая Макарова по стрельбе из пистолета. На соревнования в Рязань приехали из разных городов России. Меткость проверяют в тире, стреляют только из одного вида оружия – табельного пистолета Макарова. Отточными движениями пистолет вылетает из кобуры. Это не военные действия и не учения. На огневом рубеже участники шестого открытого турнира памяти Николая Федоровича Макарова по стрельбе из пистолета. В нем приняли участие как студенты, так и действующие полицейские. Среди них сотрудники Росгвардии, ОМОН и СОБР. Более 80 человек в погонах и 40 профессиональных спортсменов. В течение трех дней они будут бороться за звание лучшего, демонстрируя мастерское владение легендарным пистолетом Макарова. Пистолет Макарова надежный, простой, ну что в нем сказать, безотказный. В отличие от других пистолетов, которые современные. То есть у этого пистолета практически не бывает задержек при стрельбе. То есть если его, соответственно, вовремя обслуживать и не допускать того, чтобы он был нечищенный, грязный и так далее. Первый день соревнований участники из девяти городов выполняли упражнения на скорость. За 30 секунд им нужно было 10 раз поразить мишень, при этом один раз поменять магазин пистолета. Попасть в самое яблочко не так просто, как кажется, но опытные стрелки добиваются показателей в 98%. Для того, чтобы хорошо стрелять, нужно в совершенстве знать свое оружие. На разборку такого пистолета дается 6 секунд. Ну что ж, попробуем. У меня на эту задачу ушло в два раза больше времени. А вот Дмитрий Захаров, который мечтает стать сотрудником ОМОНа, знает его в совершенстве. Молодой человек уже завоевал звание кандидата в мастера спорта по практической стрельбе. Оружием он владеет с детства, в возрасте 8 лет. Папа привел мальчика в местный тир. Я в Тульской области, был стрелковый тир, где стреляю с мелкокалиберного оружия. И вот с отцом туда водил меня постоянно, как кружок был дополнительно после школы. С тех пор Дмитрий уделяет этому виду спорта все свое свободное время. Как и Алексей Яковлев, стрельба его сопровождает вот уже 23 года. Автомат, пистолет, в его руках метка и без осечек стреляет любое оружие. Сейчас он работает в Воронеже, преподает огневую подготовку молодым курсантам. А три года назад стал победителем рязанского турнира. В этом году он и его команда надеются повторить прошлые успехи. Мы всегда получаем удовольствие от того, что мы делаем. Самое главное, что мы это делаем на соревнованиях, не где-то в боевом обстановке и так далее, обучаемся стрельбе. Но делаем это от души, с душой и во имя мира на земле, так сказать. В оставшиеся дни соревнований участникам предстоит выполнить 6 упражнений по правилам Федерации практической стрельбы. Подведение итогов пройдет в эту пятницу. И, конечно, каждый хочет оказаться на вершине, но в этом спорте важнее поставить личный рекорд. В России набирает популярность новый вид экономного отдыха – настольные игры. Издатели сообщают о бурном росте продаж. С начала года магазины заказали у них в полтора раза больше игровых картонных изделий, чем за тот же период прошлого года. По словам экспертов, сесть за карты, фишки и столы россиян заставил кризис. Однако этот неприметный вид развлечения уже успел завоевать миллионы поклонников. Бэнк. Ты умер. Минус одна жизнь. Это не компьютерная стрелялка, а нечто совершенно новое – настольные игры. Сейчас они есть почти в каждом доме. Когда-то давно настольная игра представляла из себя простое поле – пару фишек и игральный кубик. Теперь они трансформировались и сильно отличаются от оригинала. Игровые поля выросли или отсутствуют вовсе. Появились карточки и фишки. А фигурки стали настоящим произведением искусства. Неудивительно, что сейчас во многих городах проводятся чемпионаты по настольным играм. И Рязань не стала исключением. 26 марта с 12 до 18 часов вечера в библиотеке имени Горького состоится фестиваль настольных и нестандартных интеллектуальных игр «Монополиум». Очень много игр. Это и мафия, и уны, то есть настольные игры, тактильные, контактные игры, интеллектуальные игры, которые придуманы именно в Рязани и рязанскими авторами. Даже среди обычных прохожих всегда можно найти любителей провести свой вечер за настольной игрой. Как давно вы играете в настольный игрок? Сложно сказать. Я думаю, где-то, наверное, еще с детства. Я с детства играл в мафию, сам ее делал, то есть сам рисовал, сам придумывал правила. Ну, где-то с 2008 года я был на киностудии, и мы там играли частенько в мафию. А потом, в дальнейшем, кто-то принес одну, кто-то другую, потом у друзей появилось, сами стали покупать. Чем вас привлекает настольная игра? Ну, настольные игры для меня, в первую очередь, это, наверное, альтернатива алкогольному общению, алкогольному застолью, так сказать. Во-первых, это очень хорошее времяпрепровождение с друзьями, помогает налаживать нужные связи, общение между людьми. Как вам кажется, с чем связано то, что настольные игры с каждым годом становятся сложнее, сложнее и сложнее? Я думаю, это связано с тем, что людям дают определенный челлендж, то есть усложняет, и как бы у тебя есть больше мотивации что-то изучать и попытаться победить либо соперников, либо саму игру. Человеку всегда хочет что-то новенькое, появляются какие-то новые вещи. Сейчас очень модно, как бы все эти тусовки без алкоголя и антикафе развиваются. Они продвигают этот способ отдыха. Я считаю, это хорошо. Плюсы настольных игр неисчислимы. В новой компании они только способствуют знакомству, а в уже устоявшейся – укреплению более теплых отношений. Ведь за подобным времяпрепровождением можно получить много положительных эмоций. Мне кажется, это очень хорошо, что молодежь чем-то увлекается, и я считаю, что настольные игры – это есть увлечение, когда вы можете собраться с друзьями, очень хорошо провести вечер за игрой, пообщаться. То есть это не мобильное приложение, где вы играете, а именно общение очень полезно и очень хорошо, что молодежь вовлечена в эту деятельность. Так что, если у вас появится свободное время, вы всегда будете знать, как его провести. В Рязани полиция задержала злоумышленников, подозреваемых в вымогательстве. О хулиганах сообщил 20-летний рязанец. Подробнее расскажет Наталья Новикова. Первые минуты 22 марта в Рязани на улице Гагарина полиция задержала шестерых злоумышленников, подозреваемых в совершении вымогательства. Ночью в дежурную часть полиции позвонил 20-летний рязанец и сообщил, что у торговой палатки, в которой он работает, пьяный, требует у него товар. Подошли эти ребята, попросили им завернуть пару шаверн. После чего они мне сказали, типа у них сейчас на данный момент нет в собой денежки. После чего я сказал, что я не смогу завернуть, по той причине, что меня за это штрафуют. Шурму молодые люди получили и скрылись в соседнем дворе. На место немедленно выехал наряд патрульно-постовой службы полиция. Выяснив приметы злоумышленников, полицейские начали их розыск. В ходе осмотра ближайшей территории патрульные полицейские заметили двух молодых людей по приметам, похожих на злоумышленников. Парни попытались скрыться, но были остановлены сотрудниками полиции. При посадке задержанных в машину для доставления в отдел к полицейским подошли еще четверо молодых людей – две девушки и два парня. Они активно попытались помешать полицейским доставить задержанных. Патрульные вызвали наряды ГИБДД и отдела вневедомственной охраны, отдела Росгвардии по Рязанской области. Шестерых жителей Рязанской области в возрасте от 18 до 23 лет задержали. В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье вымогательства. ОМВД России по Рязанской области обращается к жителям Рязани и региона. Если кто-то пострадал от преступных действий этих граждан или владеет информацией об их преступной деятельности, просьба позвонить в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного. В сентябре прошлого года в районе Недостоева местная жительница обнаружила страшную находку – труп младенца в кустах возле дома. Следователи до сих пор не могут найти его мать, которая, скорее всего, и оставила ребенка. Цинизм этого происшествия вряд ли может оставить кого-то равнодушным. Нашедшая вот здесь, в кустах возле своего дома страшную кладь, женщина не сразу поверила своим глазам. Под предварительным следом установлено, что жительница улицы рекостроителей по городу Рязани, гуляя с собакой, в кустах обнаружила пакет. Пакет она обнаружила следующим образом. Собака забежала в кусты и на неоднократные требования хозяйки не реагировала. После чего хозяйка собаки зашла в кусты, где находилась собака. Она увидела, что собака лежит какой-то предмет, находящийся в пакете. Подойдя ближе, она отогнала собаку от пакета. И заглянув в него, она увидела предмет, похожий на младенца. Экспертизы показали, что труп младенца в пакете лежит здесь, в кустах, около полугода. Ребенок, скорее всего, родился недоношенным и был мальчиком. Точный возраст его установить сложно из-за гнилостных изменений. В Московском межрайонном следственном отделе города Рязань Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов. Мать до сих пор не могут найти. В настоящее время органы предварительного следствия просят убедительно откликнуться свидетелей и очевидцев возможного преступления, которым что-либо известно. А также органы предварительного следствия обращаются к матери, которая совершила данное деяние. Если эта женщина явится в территориальный орган полиции, либо следственного комитета и обо всем расскажет о случившемся, то органы предварительного следствия примут этого внимания, учтут это. И при назначении наказания это будет учтено как смягчающее обстоятельство. Зазывать весну собрались сегодня в центральном парке города школьники. Ученики средней школы сами изготовили скворечники и с нетерпением будут ожидать, когда их труд принесет плоды. В каждый скворечник поселятся птицы. Солнце выглянуло из-за туч. Птичий щебет уже слышен в разных концах парка. А наши предки славяне как раз в это время праздновали приход весны. Зазывали ее, соблюдая древнюю традицию. Сегодня учащиеся рязанских школ решили зазвать весну по-своему. Они изготовили скворечники в знак того, что рады наступлению весны и возвращению птиц из южных стран. Мы сделали его из обычной древесины. Вот это ДВП и саморезы. Еще мне папа дал лобзик и мы вырезали отрезки. Нам показалось, что все скворечники очень простые, деревянные. А нам хотелось его разукрасить, чтобы весна, и поэтому он такой яркий, необычный. А зачем нужны скворечники? Как думаешь? Ну, чтобы птичкам было удобно и есть могли. Потому что мы люди, мы не очень заботимся о них, и поэтому скворечники – это единственное, что их может спасти. Мероприятие – одно из многих в череде тех, что посвящены Году экологии в нашей стране. Весна, птицы, первоцветы. Сегодня такой в народном празднике, посвященный 40-м, народному празднику, по народному календарю. Прилет птиц. И мы сегодня это привлекаем, призываем, закликаем весну. О том, с какой радостью ребята готовы браться за дела, связанные с помощью братьев нашим меньшим и с охраной окружающей среды, свидетельствуют мероприятия, стартовавшие еще зимой. Тогда здесь же, в парке, на деревьях развешали кормушки для птиц. На этом ни организаторы, ни активные участники останавливаться не собираются. На этом все. Новости и другие программы смотрите на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра и желаем вам хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова